Вашу клинику рекомендовали, рекомендовали Марину Викторовну, поэтому все только по рекомендации, конечно, я пришла. Я очень переживала, мы к этому шли очень долго, и мне очень было важно найти того врача, который на 100%, ну, на 99% сделает нам эту малышку. Я хоть очень редко хожу по врачам, но все равно что-то накопилось, что МАИКО делали не первый раз с Валерой, и накопилось очень масса всяких анализов, а так как мы люди старой закалки, мы все стараемся скопить, все бумажки, а тем более анализы, ну мало ли что, и вы знаете, по этой хрошке врачу, он даже не посмотрит на это, на то, что было, на эту историю, а мне кажется, это очень важно, динамика какая. А вот Марина Викторовна, она обратила на все это внимание и потратила на это время, это тоже очень важно. Ну, у нас много всякого было, потому что мы не собирались сделать суррогатную материнство никак, то есть это все случилось совершенно, ну, неожиданно. Я хотела сама выносить ребеночка, но так сложилось, что мне нельзя это делать. И когда нам объявили, что то есть эмбрионы, а мы должны суррогатную маму найти, во-первых, это финансово большая. Да я вообще не была подготовлена к такому обороту событий, вообще никак. Я плакала, я страдала от этого, потому что, ну, уже два эмбриона есть. Если Бог даст, значит, будет. Но я, знаете, делаешь, есть такая еще хорошая поговорка, или что делаешь, что должно, и будет, что будет. Я вот так шла. Если у меня идет дорога, я иду. Если бы не случилось это, я приняла бы, что у меня не будет больше детей. Но я все делала. Вот вставала и делала. Записали меня, я иду. Понимаете? Вот, ну, вот так вот. У меня умер сын от пересадки сердца. Ну, от сердца больного. Была пересадка сердца, и через три года, к кому пересадили сердце, он умер. Ему было 26 лет. И случилось это 6 лет назад. Вот. И известие о том, что он умер, я получила в Турции, в аэропорту. И известие о том, что родилась, что забеременела эта девочка, я тоже получила в Турции, в аэропорту. Представляете, какое совпадение? Вот тогда у меня ноги, ноги онемели. И вот так случилось, что в аэропорту мне приходит сообщение, мы выходим из самолета, в аэропорт, включается Wi-Fi. Я читаю сообщение, мне приходит письмо, что все положительно, все, результат положительный. Понимали, что у нас должно получиться все с первого раза. Да. Мне, когда мне. Пристрастием подбирала кандидата. Вот. И у нас все сложилось. Во-первых, не надо бояться. Во-вторых, если есть такая возможность, понимаете, даже если нет сильной возможности, но есть сильное желание, обязательно все получится. Потому что к детям Господь, или вот как хотите, там, Вселенная, как хотите, называйте, и дает еще много чего. У нас все изменилось в доме, когда Ксюшка появилась. У нас появился, у нас преобразился дом. У нас стали цвести цветы, которые не цвели 10 лет. Представляете? То есть вот они просто были зеленые, а цветочек не давали. У нас сад изменился. Я не знаю, я вроде и не выхожу, и меньше работаю. Ну, как-то совсем другое. У нас достроилась баня, которая не могла 3 года достроиться. Ну, и здесь все как-то стало даваться вместе с Ксюшей. И даже как приданное можно назвать, что ли. Ну, то есть с ребенком еще дается много чего. Хорошо.